Но, тем не менее, наверняка есть и скептики, да? Ну, конечно. Есть, да? И, тем не менее, вот хотелось бы вас спросить. И всех скептиков мы приглашаем. На самом деле, если что, развейте сейчас мои сомнения, но наверняка есть те, кто, наверное, уходит от вас, не будучи самым довольным. Вы как-то получали такие отрицательные фидбэки от деятельности вашей школы? Что критики говорят? Так как я сама веду эти занятия, тоже провожу как одна из тех, кто их проводит, то есть бывают разные ситуации. Конечно, бывает, аудитории у нас не очень большие, там вместимость их человек по 40, и ты не можешь просто вот прийти, что-то рассказать и уйти, да? Потому что вообще смысла в этом нет. Ну, можно и открыть интернет, прослушать миллион лекций сейчас, десятки часов. Ну, зачем тебе куда-то ходить, в какую-то школу, правда? Но когда ты приходишь туда, ты видишь живых людей, ты видишь того, кто с вами общается, и бывают разные лица. Бывают такие монгольские, да, то есть, знаете, такие безэмоциональные. Бывают очень такие вот серьезные. На тебя смотрят, бывает очень недоверчивые, да. Бывают сразу открытые. И ты видишь вот в процессе этого общения, когда рассказываешь о чем-то, делишься, когда происходят какие-то тренинговые моменты, как люди меняются, как доверие возрастает. Я не скажу, что вот все те, кто начинают посещать, они посещают все строго семь недель. Но тенденция такова, что если люди попали в школу, то есть они в нее возвращаются. У нас существует рассылка, благодаря которой они знают все новости жену, и они приходят. Семейные пары уже приходят, уже кто-то со своими детьми. То есть, ну вот за это время успел. Вот это уже состоится. Кто-то родил, если приходил к нам беременную. Ну, очень интересно. Это очень семейная теплая атмосфера. Люди хотят общаться. То есть недовольных нет? Есть несогласившиеся. То есть вот, например, была пара. Они сейчас, забегая вперед, скажу, что в данный момент они женаты. Но на момент того, когда мы начинали с ними разговаривать, он был явно за свободные отношения. То есть вообще все вот эти ограничивающие факторы, он считал их пережитками нынешнего времени и прошлого вообще. Зачем все это? Они ходили вместе при всем при этом. И вот в процессе общения, я не знаю, в какой момент это произошло, я уезжала в командировку сейчас. И, вернувшись, увижу в Инстаграме их свадебную фотографию. И узнаю, что они были в одной из наших школ. И я знаю, что пара поженилась. Для нас это такая радостная весть о том, что люди понимают, что есть смысл. Мужчина, он понял, что нужно взять ответственность за женщину. Большая беда вот этих гражданских браков, хотя по первому образованию я юрист, и вообще слово гражданский брак, оно в корне верное. Мы сейчас к этому вернемся. Поговорим еще об этом, да. Но, тем не менее, большая беда в том, что мужчины не хотят брать ответственности. Давай просто свободное отношение. А здесь взял. Ну, радостная новость. Ну, вот к так называемым гражданским бракам. Я хоть и не юрист, но тоже сам прекрасно понимаю, что такое понятие. Гражданский брак – это брак официальный. Конечно. Зарегистрированный. Брак зарегистрированный. Все остальное – это сожительство. Конечно. Да. Вот так вот, сожительству к вопросу. Или сейчас есть такое фактический брак. Википедия дает такое. Ну, так называемый фактический брак, так называемое сожительство. Вот в какой-то степени это может быть альтернативой или нет? Ну, живут люди. Скажем так, даже соблюдают друг другу верность. Ну, вот я знаю, что сейчас просто у определенного слоя людей, прослойки людей, просто какая-то патологическая неприязнь ко всем этим официальным мероприятиям. Да, они могут быть неверующими, нерелигиозными. Ладно, в церкви они не будут венчаться, в мечети. Но не любят они ЗАГСы. Не любят они все этой мишуры, этой показной. Вот может быть действительно так. Да, соблюдаем все нравственные традиции, но не регистрируемся. Ну, здесь такой момент очень тонкий, в том плане, что если люди, знаете, современная молодежь, это люди очень пытливые. Это те люди, которые не будут верить. Знаете, сейчас детей ставят в угол. Ему говорят, иди встань в угол. Он говорит, зачем? Встань в угол, да. То есть там, почему я должен стоять в углу? Объясни мне, да. То есть если ты объяснишь, я буду стоять. Ну, то есть это... Но братишка-младшая сказала, что я там буду делать? Что я там буду делать, да. То есть, ну почему, да. И сейчас вот если люди не понимают смысла семьи, ну то есть, а зачем нам создавать семью? Почему именно нужно регистрировать отношения? То есть в чем смысл? И вот знание, оно пробуждает разум. И говорит, зачем это нужно. Когда люди приходят... Зачем действительно это нужно? Вот зачем это нужно? Потому что... Зачем уже вот все эти документы, все это... Это безопасность. И безопасность в первую очередь женская. Безусловно. Потому что женщина всегда, по идее, да, то есть по... Если основываться на знании, то есть женщина всегда под защитой. Сначала женщина под защитой своего отца. Потом она под защитой своего мужа. Далее у нас выходим, ну как бы уже в престарелом возрасте, да, в мудром возрасте. Она под защитой своего сына, когда муж тоже слабеет. Или зятя. Вот, да. Ну, сын в любом случае, там, муж дочери. И для женщины это крайне важно. Потому что женщина, как только она начинает служить мужчине, ну, то есть готовить, убирать, стирать, ухаживать за ним, даже если они при этом не женаты, то есть она уже считает, что это ее мужчина. То есть внутри она уже привязалась. И потом что-то как-то, знаете... А он действует наоборот. То есть у него, знаете, такая система, что... Ну, если она уже готовит, стирает, убирает и постоянно рядом, ну, как бы зачем для этого? Для этого еще и жениться. Вы понимаете? То есть, ну, это такой вот парадокс. Так все хорошо. Парадокс. Уже не надо завоевывать. Уже не нужно носить цветы, не нужно ходить на свидания. Все просто достаточно. Но она-то ждет, что вот наступит тот светлый миг, когда он поймет, а он не понимает, зачем что-то. Знаете, как если кран капает, и до тех пор, пока его не прорвалось, зачем... То есть мужчине не мешает, что он капает. А женщине нужно. И она просто этого ждет, ждет. Чаще в таких парах накапливается вот это вот очень долгое молчание, замалчивание. И потом, когда проходит индивидуальное какое-то консультирование, то, знаете, самый распространенный вопрос, когда он говорит, ты что, не могла сказать? А она ему отвечает, а ты что, не мог догадаться? Ну, как бы. И поэтому вот о том, чтобы все друг другу могли сказать, могли о чем-то догадаться, могли о чем-то спросить, мы как раз их приглашаем к тому, чтобы люди приходили. Приходили пары, приходили молодые пары. Мы очень радуемся, когда приходят студенческие пары, потому что в студенчестве – это самая пора вот этой любви. Но большинство студенческих браков, как правило, очень скоротечны. И даже общество это прощает. Знаете, как у нас… Мы начали этот проект чуть позже со студентами, назвали их студенческие клубы «Школа семьи Женуя». И в Казанпул мы провели уже много таких занятий. И там настолько пошел навстречу преподавательский состав, что у нас были прям часы в сетке. И проводили на русском и на казахском языках эти занятия. Так вот, ну, ребята, они оставались, они специально… То есть им было интересно, у них масса вопросов. Это кажется, что, знаете, то есть это несерьезный народ, но у них это очень сейчас востребованная тема. Им как раз-таки жить и строить. Нас в школе всему научили. Мы с вами долго учили тангенсы, катангенсы, синусы, косинусы. То есть вот они сильно всем пригодились в семейной жизни, и потом на пороге там ЗАГСа и, не дай бог, развода. То есть люди как раз вспоминали теорему, да, то есть Пифагор. Пифагор, фирма. Об этом это нужно. Я не обесцениваю ни в коем случае. И вместе с тем, ну, сейчас здорово, что, например, в школах Казахстана появляются уроки самоосознания, самопознания. И мы вот проводим тоже различные уроки для детей, уроки счастья. Вот, кстати, вот к интересной достаточно теме подошли. Ну, сейчас вообще все у нас таким достаточно большой критикой подвергается система школьного образования, система в том числе даже вот преподавания гуманитарных наук, преподавания физики, преподавания всего. Но где гарантия, что вот эти вот уроки самопознания ведут правильные люди? Потому что, ну, как правило, это тоже, либо, мягко говоря, не очень хорошо учащиеся студентки не самых первосортных вузов, либо это вовсе, так сказать, уже, так сказать, доживающие свои не совсем перспективные барышни, мягко скажем. Я вот как себе это вижу? Почему, например, действительно в школу не пустить волонтеров? Ну, не решиться на такой шаг. Свобода – это некая осознанная необходимость. То есть, когда ты уже понимаешь вообще, к чему и как, тогда можно что-то строить по-новому. Это нововведение в школах. Я явно вообще не квалифицирована говорить что-либо о системе образования, но знаю, что многие хорошие вещи, они у нас водятся. То есть, например, Шалва Александровича Монашвили, который приезжает и проводит здесь тренинги для наших преподавателей. То есть были проведены педагогические чтения. У нас открылся Казахстанский центр гуманной педагогики. Есть изменения, есть тенденция к развитию, и она очевидна, потому что сейчас существуют родительские клубы, тоже образовательные. Никто никого не учил. Не учили быть родителями, не учили быть женами, не учили быть мужьями, не учили быть детьми. Время меняется, технологии растут, а отношения...